Депутаты депутатов Ленинского городского округа 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 Основная часть моих жителей проживает по улице проспекта Ленинского комсомола Есть пару домов на улице Советская Тоже старый жилой фонд, у которого есть определенные проблемы Получается, ваши участки, избирательная округа расположены рядом И между вами происходит некое взаимодействие, как у депутатов Абсолютно верно, Дмитрий Да, ну тогда давайте начнем Сейчас уже на календаре середина ноября Год близится к завершению Самое время подводить итоги Что вы успели сделать за этот год? Давайте тогда начнем так Вот мы сегодня с вами здесь собрались Общаемся, да, у нас прямой эфир А в это же время на строительной 25 создается новый пункт сбора ТКО По многочисленным обращениям жителей То есть старый демонтируется, а новый уже сегодня устанавливается И скорее всего завтра жители смогут пользоваться новым пунктом сбора Это вот если мы к сегодняшнему дню возвращаемся А так за этот год достаточно много всего сделано было Просто у нас же проблематика делится в основном на долгосрочные Есть перспектива, есть среднесрочные, есть краткосрочные Краткосрочные в нашей деятельности больше всего Ну я так по крайней мере ее вижу А в долгосрочной меньше, но она гораздо крупнее По объему и средств и всего-всего И трудозатрат В этом году у нас комплексное благоустройство было По нескольким адресам Замен детских площадок на новые игровые комплексы Большие ремонты были по Внутриквартальным дорогам Везде практически по обращениям жителям Либо установили, либо заменили износившиеся ИДН То есть индивидуальные дорожные неровности Ну или в простонародье лежачий полицейский Значит, ремонты подъездов завершились Причем один из них, я считаю Ну честно скажу, я в округе лучшего подъезда не видел Это строительная 25, я вот каждый раз, когда туда прихожу У меня такое ощущение, что я попадаю в другую реальность Какую-то параллельную И надеюсь, что это сохранится на долгие годы Но там есть консьерж И поэтому возможность такая есть Что это все сохранится Но тем не менее, я думаю, что Владислав Валерьевич Может с вами поспорить в этом вопросе Потому что я знаю, что на вашем участке Очень много также подъездов и домов отремонтировано Да, совершенно верно У нас в этом году произошел ремонт в трех домах Это текущий ремонт ПЛК-36, ПЛК-72 и Советская 44 Это три дома, которые в этом году были отремонтированы И активное участие в ходе ремонта принимали наши жители Я неоднократно был в период данного ремонта Потому что возникали вопросы технического характера В которых нужно было обязательно помощь жителям Взаимодействие с муниципальными организациями С управляющими компаниями С администрацией Ленинского городского округа Поэтому вот эта работа Она обусловлена тем, что нам приходится Как депутатам все время Находиться в контакте с жителями И с администрацией Ленинского городского округа Мы в своем роде медиаторы Я внесу свои две копейки Но действительно это так Потому что мы помогаем выстроить диалог Между исполнительной властью и населением То есть нашими жителями То есть такой представительный действительно орган власти Но вот честно скажу В этом году да и вообще в принципе Отзывчивость администрации И в первую очередь конечно руководителя Алексея Петровича Спаскова Который лично погружается в проблематику Не оставляя ничего там где-то за бортом Или куда-то там уходящее в долгосрочную историю Нет, все решается Решается грамотно, четко и быстро Ну самое главное, что мы находим всегда Оптимальное решение Потому что они бывают очень сложными И действительно надо подумать Посвещаться где-то специалистов подключить И все удается Вот это важно А как происходит вот это взаимодействие Я имею ввиду, что касается жителей И вас как депутатов и администрации То есть допустим у жителей возник какой-то вопрос Он к вам обращается как к депутату И сколько времени уходит на то, чтобы эта проблема была решена? Все зависит, Дмитрий, от проблемы Бывает, что на ее решение достаточно сутки Такие бывают проблемы Они в основном касаются жилищно-коммунального хозяйства Да, такое бывает Вот совсем недавно ко мне обратилась жительница Были проблемы со стояками в доме Мы достаточно оперативно вместе с управляющей компанией решили это Бывают сложные вопросы, которые требуют дополнительного финансирования Например, выделения Соответственно, вначале ты находишь эти финансы Потом они выделяются После этого происходят либо конкурсные процедуры, либо еще что-то Есть пути определенные для решения каждой проблемы То есть нет нерешаемых проблем Они могут быть просто решены один за неделю А другой вопрос может решаться год А может быть и больше Иногда, например, дорожные какие-то вопросы серьезные Они достаточно долго решаются, не всегда оперативно Владислав Валерьевич, что касается тех вопросов, с которыми чаще всего к вам обращаются жители Какие это вопросы? На самом деле они достаточно бытовые Речь идет о уборке территории, придомовой территории Об уборке подъездов Соответственно, строительство новых детских площадок Строительство спортивных площадок Поэтому, в принципе, муниципальный депутат Это представитель Представительной власти Мы предоставляем интересы наших жителей в городе Поэтому, по большому счету, вся работа, которая ведется депутатом Она и синициировала жителями нашего округа Естественно, практически у каждого старшего по дому есть мой телефон мобильный Который, скажем так, не замолкает в течение дня Поэтому есть у нас приемные дни Ежемесячно мы принимаем жителей по определенным адресам Поэтому, в принципе, информация стекается как по телефону, так и при личных беседах Но есть инициатива депутатов Потому что мы частенько бываем на округах Выявляем какие-то проблемы Даже до момента обращения жителей Мы пытаемся эти проблемы решить Получается, все уже взаимодействие налажено за эти 4 года Сколько вы находитесь в статусе депутата Я напомню нашим зрителям, что депутатские полномочия длятся 5 лет, правильно? Да, верно Мы сегодня подводим итоги этого года рабочего А что касается вот этого расстояния в 4 года Это же тоже уже немалый срок Насколько отлажен этот механизм взаимодействия за это время? Насколько успешно он отлажен? Ну, он доведен до такой абсолютной величины Если мы возьмем коэффициенты эффективности Это 98-99% 100, понятно, не бывает Но действительно он крайне эффективен То есть, если ты работаешь Мы же в большинстве с вами работаем на земле То есть, непосредственно с населением в Латскал И это работа 24 на 7 У жителей округа, который я представляю Практически у всех есть мой телефон Либо у старших по нам То есть, они могут позвонить и в 10 часов вечера И в 11, если есть проблема Они считают, что надо сейчас позвонить и озвучить Потому что фон у каждого жителя разный, эмоциональный И поэтому здесь нужно искать какие-то индивидуальные решения А что касается отношения администрации Ленинского городского округа Там профессиональные люди работают Высокопрофессиональные Заместители, главы очень отзывчивые Также погружаются в каждый вопрос То есть, не всегда там у Алексея Петровича может быть возможным Потому что задач крайне много Он может быть и на территории, еще где-то Может просто быть занят Всегда есть профильный заместитель По направлению можно прийти, обсудить Также либо собрать рабочую группу, либо комиссию Либо выйти на территорию, пообщаться, посмотреть Как решить вопрос на перспективу Вот Влад правильно сказал Бывает такое, что жители не видят проблематики Ну, в силу непрофессионализма Это нормально А ты уже с определенным опытом Вот этим багажом, четырехлетним У меня немножко побольше этого опыта Ты уже видишь, что через какое-то время Эта проблема выстрелит И лучше сейчас начать ее решать И готовиться к ее решению Чем когда она наберет свою критическую массу Тогда будет гораздо легче, проще И коэффициент вот этого негатива От населения на территории будет гораздо ниже И все будут как бы чувствовать себя абсолютно нормально Вот я считаю, что здесь нужно немножечко вперед Всегда смотреть, вот чуть-чуть туда, за горизонт Тогда все будет получаться и хорошо Опять же, мне кажется, этот негатив, который вы упомянули Исходит из того, что человек просто думает Что я лучше сейчас обращусь И моя проблема будет решена Но, как вы сказали На определенные вещи должно пройти время Чтобы прошло какое-то там взаимодействие Уже с вышестоящими Это схоже вообще с человеческой историей С желаниями Вот мы же сейчас с вами что-то можем пожелать И это же мгновенно не произойдет Да, условно говоря Всему нужно время выстояться, как говорится Да, и проверка временем Вот можно сказать Тогда да Хорошо, да Ответьте на вопрос Как проходит ваша встреча с избирателями? Где они проходят? И как записаться на прием? Чтобы не по звонку это сделать А вот уже официальное какое-то мероприятие проходит? На самом деле за 4 года нашей деятельности Жители знают В какие дни проходят у нас приемы Я, в общем-то, занимаюсь Выпуском газеты ежегодно Которая является неким таким отчетом за год Потому что собрать всех жителей В зимнее время достаточно проблематично Поэтому есть информация в газете Где прописано время И даты проведения данных приемов Но, как правило, у меня лично Это каждый первый четверг каждого месяца Проходит прием по адресу Проспект Ленинского комсомола Дом 78 Соответственно, все желающие Могут прийти и задать какие-то свои вопросы По большому счету У меня уже Даже есть небольшая шутка на этот счет Мы когда встречаемся с жителями Я понимаю, какие у них чаяния Какие у них проблемы возникают Я всегда говорю, что Да, я депутат муниципальный Но я не волшебник Поэтому по мере нашей возможности Мы пытаемся решить те или иные вопросы Есть вопросы местного значения Есть региональные Есть федеральные даже вопросы В том числе и связанные с мобилизованными И так далее Поэтому по мере нашей возможности Мы пытаемся эти вопросы решать Решая проблемы с ремонтом тех же подъездов Насколько, на ваш взгляд, изменилось отношение людей И насколько выросла их грамотность Что ли в сфере ЖКХ Насколько они более стали подготовленными Вот те же старшие по домам Достаточно подготовленные люди Потому что стать старшим по дому Это не только желание должно быть И все они прекрасно понимают Что это определенная общественная нагрузка На них, помимо той работы Которую они ежедневно делают Им еще надо заниматься делами, связанные с домом Для нас, как для депутатов Это очень удобно Потому что один человек Консолидирует все проблемы На территории дома И пытается либо самостоятельно их решить Либо при помощи депутатов Для меня лично институт старших по домам Это очень замечательная история Опять же, получается, что вы как представитель Уже в администрации В совете депутатов Представитель жителей А старший по дому Представитель тех жителей Которые живут в этом доме Получается такая ступенчатая Да, это как раз идеальный институт Взаимодействия на муниципальном уровне Потому что, условно говоря, проблематика У разных домов разная У жителей тоже абсолютно разная И когда один человек это консолидирует Это гораздо удобнее Потому что, либо ты приходишь сам И должен сам там разбираться Соответственно, у тебя времени на это не хватает И ты где-то что-то упускаешь А здесь у тебя все централизовано Выстроил, всегда есть график встреч Со старшими по домам Всегда есть приемные дни Можно прийти Даже не обязательно Ко мне люди приходят Из других территорий Смежных Не обязательно с моего округа Это абсолютно тоже нормально Никакой тут ревности нет И я все равно, ну, как бы хотел это сказать Вот Влад говорит, там, не волшебник Но на самом деле, как бы В определенных местах Он занимается волшебством Потому что, когда ты решаешь Какую-то проблему Острую для человека Да, конкретно для конкретного человека А такие есть проблемы Они могут носить даже личный характер А не общественный какой-то, да, условно Говоря И ты являешься для них волшебником Просто я это знаю Потому что, ну, как бы я вижу Чем там Влад занимает У меня тоже такие кейсы бывают Как бы, да, да Это так работает И поэтому это в некой степени Для них волшебство А для нас это просто Такая работа Со сложными решениями Причем иногда она требует Прямо крайней оперативности Если говорить о вот этих Личных обращениях За время вашей депутатской деятельности Появились ли какие-то люди С которыми вы познакомились Благодаря этой деятельности И которые стали для вас уже Ну, не чужими людьми А с которыми вы Какую-то независимость Есть особенные люди на вашем округе Опеку, может быть, над ними ведете Или просто как-то помогаете Скажите об этом У меня на округе есть такие жители Я думаю, что у каждого депутата Они существуют Но вот есть семья Варламовых В городе ее многие знают Это Ольга и Марина Ольга у нас инвалид Которая перемещается на детской На коляске для инвалидов И для нее вот общение со мной Как с депутатом очень важно Потому что так называемая Доступная среда для такой категории людей Она очень важна Поэтому вот с ними мы действительно Уже настолько близки Что у нас уже в традицию вошло Мы поздравляем ее с днем рождения Ежегодно Ей это очень приятно Она ждет этого И каждый раз Когда мы поздравляем И вручаем цветы и торт Говорим о том, чтобы Ее здоровье, соответственно, только крепло Ну и благодаря этому взаимодействию У нас появился некий проект Который мы наконец-то реализовали Именно на моем округе В доме ПЛК-72 Был установлен электроподъемник Непосредственно для этой семьи Видно, это вы приезжали и снимали сюжет Да, они жалко снимали сюжет Про эту историю Поэтому вот благодарность большая Всем, кто принял участие В том числе и вам За то, что вы осветили данный проект Администрации и жителям Ну и, соответственно, можно и нам, депутатам Сказать спасибо за то, что мы отреагировали И помогли реализовать этот проект Безусловно Павел, а у вас? А я вот сразу как раз хотел Добавить тоже к этой истории Что Влад вот этим проектом Протоптал некую тропинку Да, потому что у меня тоже есть Ну, особые, скажем так, друзья Вот, например, Лера Вахонина Да, которая из горок Ленинских Моя большая подруга Мы достаточно часто встречаемся Я в гости к ней приезжаю Она тоже особенный ребенок И требуется ей, на самом деле, такая же история По доступной среде То есть установка определенного Ну, скажем так, подъемника Для того, чтобы электрическую коляску Можно было из подъезда нормально вынести И внести Потому что, как бы, мама не справляется С этим достаточно тяжело И вот, да, совместно с администрацией Проработали вопрос на следующий год Будем торжественно тоже это все устанавливать И делать Причем я пошел по пути Влада Да, посмотрев на его опыт Потому что они мне только в этом году озвучивали Там ряд вопросов был Мы все, в принципе, пустили в работу А как бы все получается Но на все требуется время То есть, допустим, в конце года это сложно сделать А запланировать на 2024 в бюджет И поставить то, что действительно необходимо человеку Для комфортной жизни Да, все получается И стоит отметить, что она проживает в горках Ленинских Вы сказали На вашем округе Нет, нет Ну, я же говорю, мы не ограничены Как бы избирательная округа Это, как скажем так Это основная твоя работа Но у тебя есть вот допники определенные Да, не потому что там, условно говоря Это там разнарядка или еще что-то Это просто твоя личная инициатива Либо личная инициатива жителей С которой они к тебе обращаются Ты не можешь их проигнорировать Потому что раз ты взял это бремя ответственности А ты должен его нести как бы как рыцарь До победного И все, других вариантов нету Поэтому я стараюсь никому не отказывать Какой бы проблематика сложной Либо там такой, ну скажем так Нетрадиционной была То есть везде нужно искать какое-то решение Может быть оно даже будет достаточно креативным И не всегда оно приходит сразу Но его все равно можно найти Поэтому, да, работаем везде Везде Кроме того, тема благотворительности В последние годы звучит все громче Это из-за того же ковида Из-за специальной военной операции Расскажите о том, как вы занимаетесь благотворительностью Ни для кого это не секрет Мы неоднократно снимали сюжеты на эту тему Расскажите об этом, пожалуйста Ну, работа достаточно много ведется В этом смысле На самом деле вы правильно сказали С времен ковида все это началось И, как я знаю, все депутаты Ленинского и городского округа Активно принимают участие в этой работе По мере возможностей У кого какие возможности в этом смысле Поэтому в момент ковида Мы помогали в приобретении Медицинского оборудования Лекарств различных И, соответственно, тот период времени Был достаточно сложный для нас, для всех Особенно для врачей Потому что эта поддержка была им необходима И то, что мы делали Они это чувствовали, да Они действительно были на передовой Как сейчас бойцы, которые участвуют в СВО Поэтому вот внимание переключилось Сейчас больше в сторону Мобилизованных С территории Ленинского и городского округа Мы знаем, что на территории работает Клуб жен военнослужащих Которым мы тоже активно помогаем Наш тыл Ну, можно так сказать Последняя помощь, которая была оказана Мы совместно с предпринимателями Ленинского и городского округа Членом торгово-промышленной палаты Приобрели им автомобиль Для того, чтобы они могли Самостоятельно перевозить гуманитарную помощь На передовую Это очень важно и полезно Но вот помимо этого Они еще помогают детским домам Которые остались, скажем так Без должного внимания На территории бывших Сегодня это уже наши территории На вновь присоединенных территориях На вновь присоединенных территориях Павел, расскажите А какие еще благотворительные акции Проходят на вашем избирательном округе? Ну, у нас различные они есть У нас была так называемая коробка добра Когда жители непосредственно принимали участие В сборе гуманитарной помощи Для наших мобилизованных Находящихся в зоне СВО Мы на телеканале проводили Совместно с Видное ТВ И с видновскими вестями Марафоны благотворительные Где тоже достаточно активно Собирали помощь И вся эта помощь адресная была В том числе и мной Периодически доставлена И будет доставляться туда Вот сейчас мы собираем Новый набор гуманитарной помощи Это больше медикаменты Нашим бойцам туда тоже И видновская клиническая больница Подключилась И многие предприниматели Подключаются к этим сборам Мы сами там пытаемся участвовать По мере возможности То есть это такое Это общее дело Это сегодня вектор Ну, скажем так Который необходимо Вот двигать То есть всячески Потому что Ну, мы сами понимаем Чем быстрее конфликт закончится Тем быстрее люди вернутся Люди встроятся опять В нормальную жизнь И так далее И, конечно, ребятам нашим Там непросто приходится Я там был Я видел те условия В которых они находятся У них все есть Но когда ты находишься В зоне боевых действий Это накладывает определенные Скажем так Тяготы Отпечаток Да Помимо благотворительных мероприятий На территории ваших округов Также проходят И развлекательные Какие-то массовые мероприятия Я не говорю О уровне окружных Которые проводятся Администрации Может быть, вы С кем-то из предпринимателей Вместе взаимодействуете Вот какие-то Такие вещи Расскажите о них, пожалуйста Ну, уже традиционно У меня на округе Проводится мероприятие Связанное С празднованием Накануне Нового года Мы проводим мероприятие На двух площадках На территории округа Традиционно проводим Масленицу Это народные гуляния На которых собираются Жители нашего округа Где мы угощаем Жителей блинами Вареньем, чаем Ну, и также традиционно Мы проводим Первый июня День защиты детей Где тоже собираем Маленьких жителей Нашего округа Проводим с ними мероприятия Дарим им подарки Как бы Вот такая работа Она ведется Ну, у меня в меньшей степени Чем у Влада У Влада Это, конечно, ярче и интереснее Я сам несколько раз Там присутствовал У нас в кинотеасте Ильи Скоро Практически Каждые выходные Проходят развлекательные программы В том числе И наш замечательный друг Клоун Алис Помогает нам в этом И Я считаю, что Ну, форматы Надо такие расширять Они вот Имеют место быть Они Скажем так Помогают снизить Уровень напряженности Он все равно присутствует На территориях Так или иначе Ну и плюс, конечно Это для детей Развлечения Где-то и есть Образовательный фактор Поэтому Это здорово Например, вот Я на сегодняшний момент Ну, как-то так Просто волей судеб Сложилось активно Работаю С школой на территории Собственно говоря Которой выпускником Я являюсь Это Винденский Художествено-технический лицей И мы вот сейчас Запустили Несколько интересных программ Я пока не буду их анонсировать Потому что они сейчас Прорабатываются Но они вот-вот стартанут Я обязательно Приглашу Видное ТВ Чтобы и осветить это И до жителей Донести эту информацию Я считаю, что Здесь личная инициатива Вот, например Как исходит От Влада Или от меня Там в различных направлениях Она является Главенствующей Потому что Никто, скажем так Территорию хорошо Не знает По совокупности Допустим Дорожные службы знают С точки зрения Дорожных служб ЖКХ знают С точки зрения Опять же, вы знаете Куда направить Да, социалка знает С точки зрения социалки А мы знаем все То есть мы как бы Аккумулируем Вот эту вот Всю-всю историю И можем Выстроить даже Некую приоритетность Да, условно говоря Понимая, что Вот это сегодня Важнее А вот это важнее Но может подождать Немножко полежать Да Вот по такому принципу Я считаю Надо действовать Я хочу добавить У нас тоже был Реализован небольшой проект Вот в связи с тех С той информацией Которую вы спрашиваете Что мы проводим На территории округов Вот буквально 1 сентября Так немножко Хочу похвалиться Мы установили Теннисный стол Для жителей дома 72-74 И планируем Проводить в дальнейшем Доворовые соревнования Для того, чтобы Не только там дети Но и взрослые Жители нашего округа Могли принимать Участие Вот в таких Спортивных мероприятиях Пока еще были Теплые дни Насколько он Пользовался популярностью? Ну на самом деле Вот 1 сентября Когда мы его открыли Желающих было много Сейчас уже Погода не позволяет По понятным причинам По понятным причинам Да Я надеюсь Как бы данное место Она будет точкой притяжения Для жителей моего округа Из нашего сегодняшнего разговора Мы поняли Что вы люди отзывчивые Люди Которые желают Вникать в проблемы Граждан И хотелось бы Такой может быть Немножко философский вопрос Вам задать Какими качествами На ваш взгляд Должен обладать Народный избранник Как представитель Во власти И также Вообще Ваш взгляд На муниципальную власть Какой она должна быть? Владислав Павлович Начинайте Как вы это видите? Задумались Я продолжу Нет Понятно Что депутат Он должен быть Внимательный Отзывчивый Должен Уметь Слушать И слышать Жителей Своего округа На мой взгляд Вот тот совет Который был собран В 2019 году Он кардинально Отличается От того Что было раньше Сейчас у нас Очень активно Работают Социальные сети Где мы выкладываем Ту информацию Которая полезна Для жителей Мы выкладываем Информацию о том Что мы сделали За это время Это не какое-то Бахвальство Или там Эта информация Нужна для жителей Чтобы они понимали Что депутат Действительно работает На территории Поэтому Время идет вперед И депутат Стоит не на месте Да Вот Его обязанности Даже входит Наверное больше Чем он должен заниматься На мой взгляд Поэтому В принципе Наверное Совет Сегодняшний Это наверное Ну нельзя сказать Что идеальные депутаты Но те люди На которых можно равняться А с точки зрения Администрации И Служащих Которые там находятся Ну естественно Власть должна быть открытая Вот Очень ценится Жителями Когда Их принимают Их слушают Зачастую бывает так Что Жители Поднимают те вопросы Которые на их взгляд Ну являются Там сложными Да И в этой ситуации Очень важно Чтобы как бы Их действительно Услышали И помогли Вы замечаете Как меняется Отношение Жителей К власти Да Замечаем И Благодаря В том числе Работе депутатов Для вашей деятельности Да Действительно У нас как у депутатов Два рейтинга Это рейтинг Узнаваемости И рейтинг Доверия Узнаваемость У нас Павел Иосифович Достаточно Большая По факту Территория Ты должен быть Таким Чтобы люди Да И вот Мне так кажется Несколько раз Было В моей жизни За время Моего депутатства Случай Когда ко мне Подходили жители И просили вместе Сфотографироваться Честно говоря Первый раз Это было неожиданно А последствия Начинаешь понимать Что это Какая-то ответная реакция На ту работу Которую ты делаешь На округе Действительно Наверное Это приятно Как минимум Это показатель Твоей работы В первую очередь Да Наша беседа Плавно подходит К своему завершению И в конце Ее хотелось бы узнать О тех планах На будущее Которые у вас есть Мы сегодня Много всего Рассказали Что вы уже сделали И что теперь Еще хочется сделать Расскажите об этом Ну наверное Из основных вопросов Это доделать Тот минимум Который Ты ставил себе В задачу Заходя на Этот срок Депутатский То есть Это Отремонтировать И привести в порядок То что действительно Уже пришло Вознос И давным-давно Должно быть Заменено И отремонтировано Это Помочь Решить те вопросы На которые Ты брал на себя Обязательства То есть Обещал Либо говорил Что я их решу Ну и соответственно Конечно Если получится Какие-то Свои инициативы Уже Которые ты запустил Довести до победного конца То есть Вот хочется Быть таким Педантом Выполнить Все и вся Чтобы потом В конце Во-первых Тебе не стыдно было Потому что Это твоя репутация А во-вторых Чтобы ты сам Себе мог сказать Что да Я действительно Выполнил Не просто На сто процентов А хотя бы На сто пятьдесят А есть ли Сейчас Какие-то Конкретные проекты Которые уже Можно озвучить Которые сейчас Находятся в работе Или лучше Чтобы это было Неким сюрпризом Для жителей Во-первых Чтобы это было Хорошим сюрпризом Для жителей А во-вторых Не хочется Озвучивать По той причине Мы с вами знаем Раньше времени Зачем об этом говорить Хорошо Так А у вас что Ну я поддерживаю Слова Павла Потому что Действительно Не убавить Не прибавить Хотелось бы сделать Ровно столько Сколько ты Как депутат Обещал жителям И немножко больше Потому что Это Ну как бы Это всегда хорошо И поэтому Наверное Как бы Вот Тоже не буду афишировать Те проекты Которые у нас планируются У нас они еще есть И Мне кажется Вот этот пятилетний срок Который дается депутату Для Работ на территории Он наверное Является Вот той нормой Для того Чтобы выполнить Те или иные наказы Которые жители нам Дают Ну принимая во внимание То что уже было сделано Я думаю Что у вас все получится Большое спасибо За сегодняшний разговор Напомню Что у нас сегодня В гостях были Депутаты муниципального совета Павел Русаков И Владислав Рымша До свидания До свидания До свидания Редактор субтитров А.Семкин